В последние дни в социальных сетях стали появляться обращения от новгородцев с банковских карт, которых несколько раз списывали плату за один и тот же проезд в городских автобусах. Наш корреспондент Вероника Лебедева обратилась за разъяснением в центральную диспетчерскую службу. В минувшее воскресенье новгородец Максим Федин вместе с супругой ездил по делам на 101 автобусе. Проезд туда и обратно оплачивали по банковской карте. О списании средств мобильный банк сообщил спустя несколько часов. На это молодой человек не обратил внимания. Деньги за пользование общественным транспортом часто снимают не в момент оплаты. Но когда сообщения о списании стали повторяться, насторожился. Получилось, что за каждый из четырех билетов он заплатил дважды. Максим сразу начал разбираться. Позвонил перевозчику и в центральную диспетчерскую службу. Они говорят, что возможно, может быть, произошло списание из-за того, что у вас, может быть, были, говорит, когда карту прикладываешь, ошибка, как бы, чтение, ну, надо еще раз предложить. Я говорю, ну да, как раз где-то было раза три-четыре, вот, что я карту прикладываю, а ничего не происходит, как бы ошибка, типа, прикладывайте заново. Вот. Как раз такое было. Она говорит, ну, возможно, скорее всего, это вот из-за этого и произошло. В центральной диспетчерской службе подтвердили, что в прошлые выходные в системе безналичного расчета произошел сбой. Валидаторы принимали платежи, но деньги с карт при этом не списывались. А в воскресенье, когда проблему решили, произошла массовая оплата того, что пассажиры накатали за два дня. В понедельник в ЦДС поступило больше 30 обращений. В вопросах, связанных с берестой, разобрались сразу. А вот с банковскими картами все оказалось сложнее. Все, что касается банковских карт непосредственно банков, к сожалению, здесь полномочия нашей доступа к этой информации ограничены, сами понимаете, коммерческие вопросы и так далее. В связи с чем, по каждому факту вот такому мы принимаем заявление и направляем всю эту информацию с соответствующим подтверждением в рамках нашей компетенции, мы направляем непосредственно в банк. И оказываем пассажиру всяческую помощь, консультационную, для того, чтобы решить вот эту вот проблему. В ЦДС уверяют, что готовы ответить на все вопросы, связанные с безналичным проездом. Специалистам ЦДС можно позвонить по телефону 777-850, а при необходимости и прийти лично. Что же касается Максима, он написал заявление в банк и теперь ждет ответа. Вероника Лебедева, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok